МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина смотрится сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сфокусированный на проблемах экономической политики, общественных финансов и сфер регулирования полномочий Минфина России. Ключевая тема форума – финансовая стратегия России, курс на рост. В работе форума приняли участие представители крупнейших финансовых организаций, экономисты, эксперты, руководители регионов России. Среди участников глава Чувашия Михаил Игнатьев и министр финансов Светлана Янилина. Повестки форума – динамика долгового рынка, проблемы налогоблажения нефтяной отрасли, стратегия развития накопительной системы, реформа государственного управления и другие вопросы. Отдельное внимание уделено особенностям экономической политики субъектов России. Первый Московский финансовый форум заложит традицию встреч финансистов в сентябре каждого года для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных совместных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России. Сегодня Центральная избирательная комиссия Чувашии зарегистрировала депутатов Госдумы и рассмотрела вопрос передачи мандатов депутатов Госсовета Чувашии. Свои мандаты передали избранные депутатами Государственного совета лидеры региональных партийных групп Михаил Игнатьев, Валентин Шурчанов, Владимир Жириновский и Олег Николаев. В их личных заявлениях звучит отказ от места в местном парламенте. Депутатами республиканского парламента стали Андрей Александров от «Единой России», Григорий Данилов от КПРФ, Надежда Петрова и Вячеслав Соловьев от партии ЛДПР и Сергей Семенов, представитель «Справедливой России». Кроме того, Леонид Черкесов и Анатолий Аксаков теперь зарегистрированные депутатами Государственной думы России седьмого созыва. Центральная избирательная комиссия рассмотрела вопрос об их регистрации на основании результатов выборов в Канажском и Чебоксарском одномандатных округах. Кроме того, Леонид Черкесов написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы города по собственному желанию. Жители нескольких деревень Чебоксарского района вновь оказались в эпицентре неприятных запахов. Их источает горящая свалка. Пожары здесь возникают постоянно. Недавно образовались новые очаги. Сегодня мои коллеги выясняли, когда очаги возгорания локализуют полностью и проведут ли рекультивацию свалки. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. После ликвидации летнего пожара затишки установились ненадолго. Из-за сильного порывистого ветра свалка загорелась с новой силой. Сейчас здесь насчитывается более семи очагов и локализовать их пока не удается. Полигон напоминает торфяное болото, мусор начинает леть в глубине. Масштабы этой свалки поражают. Сейчас ее площадь превышает 4 гектара. На некоторых участках, к примеру, как здесь, образовались горы мусора высотой 9 метров. Из отлеющего мусора на свалке образуется смог. Дыма вместе с ним и неприятный запах разносится до окрестных деревень и районного центра. В радиусе где-то 1,5-2 километра люди действительно жалуются, чувствуют запах. За это лето уже дважды полностью ликвидировали возгорание с привлечением сил и средств от Министерства строительства, от Министерства транспорта, Министерства природных ресурсов. Сейчас на месте круглые сутки дежурит лесопожарная служба. На подмогу огнеборцам приходят волонтеры. В добровольцы записались и работники администрации района. Сегодня на борьбу с огнем заступил главный зоотехник муниципалитета. Сегодня одни, завтра другие работают. С утра до вечера, до 5 часов будем дежуривать. Целый день, целый день. Ну а обычно в обед кормят. На обед приезжают там. Ну первый, второй, тридцать так же. Сейчас примерно обедаем, потом тоже так же и продолжаем. Складировать мусор в этом месте сейчас запрещено. Отходы утилизируют на полигоне под Новочебоксарском. Свалке необходима рекультивация. В администрации района проект уже разработали. Сейчас он проходит экспертизу. Сперва проходим экологическую экспертизу, потом экспертизу ценообразования и будем выставлять на аукцион. Вопрос, опять стоит финансирование. Где-то не менее 50 миллионов рублей нужно, необходимо, чтобы рекультивировать сварку. Ну основные мероприятия при рекультивации, это уменьшить надо до 2 гектаров с 4,5. И потом уплотнение и засыпка грунтом. Рекультивация в перспективе. В этом году необходимо полностью ликвидировать опасные очаги. Их намерено засыпать грунтом. Без доступа кислорода тлеющие отходы перестанут возгораться. Дмитрий Ковалев, Иросль Мухаммедов. Республика. Дела сердечные. Хирург с мировым именем Павел Говора провел в республиканском кардиологическом диспансере мастер-класс. 7 детей с врожденным пороком сердца получили новую жизнь. В чем особенность проведения данной операции в нашем следующем сюжете. Маленький Вадим самостоятельно передвигается по палате, пьет воду и смущенно прячет глаза от телекамеры. Операцию на сердце ему сделали только вчера, но уже сегодня его выписывают из взрослой кардиологии и переводят на несколько дней в детскую. Диагноз врожденный порок сердца поставили в этом году. Мы даже предположить не могли, что у него порок сердца. Он такой у нас гиперактивный, он у нас прыгает, скочит, на месте вообще не сидит. Мы собирали документы, нам изначально позвонили из Казани, сказали, какие документы все собирать, мы все сделали. И вот, получается, в конце июля нам одобрили все и потом как бы вызвали сюда, чубоксары, предложили приехать на операцию. Мы очень рады, что есть такие врачи, которые проводят такие сложные операции. Благодаря его золотым рукам наши дети могут жить без боли и радоваться жизни. Вот большое всем спасибо. Их соседи по палате Ольга Николаева с трехлетней дочкой Евы из Марпосада. О болезни узнали, когда малышке было 9 месяцев. Мы ездили в республиканскую больницу, нас вызвали на консультацию. Я как раз приезжал сюда Павел Говора, и он сам лично нас смотрел. Я переживала, как она будет себя вести. Нам даже разрешили пройти вместе к ребенку в саму операционную, проводить ее, пока она не уснет. Сейчас, в данный момент, она себя чувствует хорошо. Быстрое восстановление объясняется уникальной эндоваскулярной методикой проведения операции. С помощью катетера через бедренную артерию или вену вводится оклюдер, то есть заплатка. Таким образом, практически без разрезов и крови порог сердца устраняется. Впервые операцию провели в 95-м году в Братиславе. С тех пор Павел Говора не раз посещал регионы России и обучал коллег-хирургов. В Чувашию я приехал, я думаю, третий раз или четвертый. Здесь абсолютно нормальные условия, что касается оборудования технического. И что касается людей, они очень высокие профессионалы. Они понимают эту работу, мы здесь не первый раз, поэтому решим только технические нюансы этой методики. Все эти операции в республиканском кардиодиспансере проводят бесплатно два раза в год. Их финансирует благотворительный фонд «Детские сердца». Ребят на операцию Павел Говора отбирает лично. На консультацию приехали 32 человека. Павел вместе с докторами, вместе, совместно, обучая наших узистов, как смотреть детишек, как отбирать детишек, какие формы неосложненные, осложненные можно брать на эти операции. То есть идет совместная работа не только с нами, идет со многими специалистами, с детскими кардиологами, узистами. Где-то со второго раза мы полностью все операции делали сами. Конечно, под пристальной консультацией, коррекцией Павла. Сегодня еще у 18 детей появился шанс расти со здоровым сердцем. Операцию им проведут в конце октября этого года. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. В общественной приемной президенты России в Чувашской Республике прошла горячая линия с представителями управления Пенсионного фонда и Минтруда Чувашия. Горячая линия уже давно вошла в практику многих ведомств России. Пенсионный фонд не исключение. Проводится он, как правило, после внесения каких-то ключевых изменений в законы, когда жителям республики нужно разъяснить ту или иную новеллу в пенсионном законодательстве. Очередная горячая линия приурочена ко дню пожилых людей. Жители Чувашии лично выслушали управляющий отделом Пенсионного фонда Роза Кондратьева и начальник отдела Министерства труда Елена Зайцева. Добрый день, принимаю телефон. Здравствуйте, я работающий пенсионер. Будет ли индексации в 17-м году в 12-м месяце для работающих? Пока каких-либо отмен ранее принятого законодательства нет. Я понимаю, таким образом, пока человек работает, возможно, индексации не будет. Пенсионеры Чувашии оказались очень активными. Специалисты ответили на все поступившие вопросы, особенно важные взяты на контроль. По результатам горячей линии формируются предложения, которые направляются в Пенсионный фонд и Министерство труда Российской Федерации. Большинство, конечно, интересуют вопросы будущей единовременной выплаты, кому они положены, как они будут выплачиваться. Также вопросы, касающиеся непосредственно работающих пенсионеров, будет ли у них индексация очередная в следующем, в 2017 году. Также вопросы звучат по региональным льготам, касающиеся особенно компенсации за жилищно-коммунальные услуги. Пенсионеры – категория доверчивая и уязвимая. Они часто становятся жертвами мошенников. Об этом тоже говорили на горячей линии. Последние факты связаны с единовременными выплатами в январе будущего года. Под видом специалистов Пенсионного фонда или социальных работников, преступники звонят и сообщают о готовности перечислить положенные им деньги, спрашивают номера банковских карт и пароли, таким образом получая доступ ко всем запережениям пенсионеров. Напомним, что единовременная выплата в размере 5000 рублей будет начислена в январе 2017 года всем работающим и неработающим пенсионерам. Заявлений и каких-либо сведений на получение выплаты не требуются. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика. Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Чувашии подвел итоги учения. Согласно его замыслу, группа террористов захватила заложников в здании ДК имени Хузангая в Чебоксарах и заминировала его. 23 сентября в Чебоксарах оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Чувашской республике проведен завершающий этап учения. По сценарию мероприятия группа террористов захватила заложников в здании Дворца культуры имени Хузангая и заминировала его. В сложившейся обстановке оперативным штабом принято решение об условном проведении контртеррористической операции и введении в Чебоксарах особого правового режима. В мероприятии были задействованы практически все силовые структуры – МВД, ФСБ, МЧС и экстренные службы города. Ими осуществлены незамедлительные меры по обеспечению безопасности населения, спланирован и реализован комплекс оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению диверсионно-террористических актов и обезвреживанию вооруженных преступников. При штурме условных террористов применялась спецтехника. Работали подразделения спецназначения ФСБ и МВД. Считая, что цели ТСУ «Молния» достигнуты, я как руководитель учения в целом положительно оцениваю результаты учебно-контеррористической операции. Подобные мероприятия для отработки действий группировки оперативного штаба будут проводиться и в дальнейшем. Свои первые стихи он написал в 40 лет, а сегодня его произведения читают в школах. Писатель Алексей Хабаров представил свою новую книгу. «Но как трудна к нему дорожка, ведь только кончилась война». Заповедные дали. Именно так называется новый сборник произведений писателя. Поэмы о далеких временах с яркими, былинными событиями, героями, лучшие стихотворения автора. Новая книга собрала в себе все творения Алексея Хабарова. Воскресить любовь и уважение к чистому русскому языку. Такую задачу писатель ставит перед собой. Он очень бережно относится к слогу, к рифме и старается равняться на солнце русской поэзии. Всегда хочет, чтобы все радовало. И то, что я писал, вот, что какие строчки, чтобы слух не колябало. Именно поэт ведь не должен неудобоваримые что-то создавать. И для меня здесь великий учитель Пушкин. У него к рифме очень бережное отношение. Нигде не найдешь исковерканную рифму. Все у него по делу, все по уму, все у него гармонично. Каждая книга Алексея Хабарова – это не только образец красивого литературного языка, но и богатого художественного оформления. Все книги поэта проиллюстрированы известными художниками Чувашии и России. Он не только пристрастно относится к своему слову, к семантике произведения, которые он создает, но и художественному оформлению. Я была крайне потрясена талантами этого человека. И с той минуты была влюблена в него уже на всю оставшуюся жизнь. Писатель любит дарить свои произведения детям. Совсем недавно он отправил в Донбасс 500 книг. Причем все свои творения автор печатает за свой счет. Юлия Важенина, Республика. Мероприятия, посвященные ежегодному фестивалю молока, стартовали сегодня в столице Чувашии. В автокараван по маршруту Чебоксары-Новочебоксар с Чебоксары вошли самые узнаваемые молочные бренды Республики. Автомобили с символикой предприятий, производящих молоко и производные продукты, проехали сегодня в кортежи по Чебоксарским и Новочебоксарским улицам. На протяжении всего маршрута радиоведущие подробно рассказывали о полезных свойствах молока и о том, что из него можно сделать. Официальное открытие фестиваля состоится 24 сентября в 11 часов в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. С 8 утра гостей ждут конкурсы, мастер-классы по особой косметологии и детскому прикладному творчеству. Развернет свою работу мобильный центр здоровья. Также можно будет покататься на коньках и насладиться концертно-развлекательной программой. И, конечно же, все это будет сопровождаться дегустацией любимых молочных напитков. Завтра в столице Республики продолжит работу мобильная ярмарка продажи «Дары осени». Чебоксарцы смогут приобрести свежую сельхозпродукцию на 9 торговых площадках города. А в воскресенье всех любителей спорта ждут на кроссе нации. В Чуваше это масштабное мероприятие пройдет в 13-й раз. Ровно в полдень одновременный старт дадут во всех городах и районах Чувашии. Центральный забег состоится на набережной Чебоксарского залива. В этом году начальной точкой станет монумент матери-покровительницы. Маршрут такой – набережная, дамба, Красная площадь, пешеходный мост. Ожидается, что в столичном забеге примут участие не менее 15 тысяч человек. До 23 сентября регистрацию можно пройти на стадионе «Энергия». А в день забега в Чувашском драмтеатре до 11 утра. Победителей ждут традиционные награды, медали и памятные призы. Организаторы кросса нации в Чебоксарах обращают внимание, что маршрут в этом году изменен. И просят автолюбителей выбирать пути следования. А я с вами прощаюсь. Хороших выходных. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова